А теперь подробнее об этих и других новостях. В городском округе идет масштабная реконструкция главной магистрали города Октябрьского проспекта. Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса. Когда первые автомобилисты смогут проехать по новому мосту, расскажем в сюжете. Это будет последняя, 15-я опора путепровода. Ее завершат к концу июля. В первых числах августа все балки пролетных строений будут полностью смонтированы. К этому же времени возведут подпорные стены. И строители приступят к устройству мостового полотна и укладке асфальтового покрытия. Первые из пяти этапов реконструкции Октябрьского проспекта завершат уже осенью. Изначальный контракт должен был быть закончен до конца года, то есть путепровод, пуск движения. Но все, работа идет с опережением срока. И мы надеемся в сентябре, в октябре уже то, что трафик будет полностью запущен. И наши автомобилисты поедут уже по новому мосту. Самое главное, что подземный переход, тот, который был, исторически у первой школы, конечно же, он останется. Он будет иметь четыре выхода по каждой стороне, получается, от улицы Смирновской и Октябрьского проспекта. Запланировано его начало строительства в этом году. Поэтому, да, вот это движение и трехсложности, которые сейчас испытывают пешеходы, да, оно будет решено этим пешеходным переходом. Сейчас рабочие продолжают возведение еще одного подземного пешеходного перехода. Его построят на пересечении Октябрьского проспекта с Красной улицей. Строительство обоих переходов завершат в следующем году. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова